дорогие друзья добрый день я всех рада приветствовать спасибо вам что вы сегодня с нами смотрите наш прямой эфир и я екатерина головкова информационный куратор проекта здоровое питание и санитарный щит в россии в части санпросвета сегодня пригласила вернее мы приехали в гости к нашим большим партнером это национальный эндокринологический центр и сегодня мы проводим в канун завтрашнего дня завтра у нас всемирный день гинеколога прямой эфир встречу с еленой николаевной андреевой директором института репродуктивной медицины на мидс эндокринологии минздрава россии доктором медицинских наук профессором здравствуйте елена николаевна здравствуйте екатерина рада вас слышать и видеть спасибо большое елена николаевна мы с вами не не в первый раз встречаемся в прямом эфире и я конечно собирала вопросы к прямому эфиру потому что у нас заранее конечно была представлена информация что мы с вами встречаемся но я вам хочу сказать честно я так как мы с вами регулярно общаемся достаточно регулярно и акушерогинекологи и хирурги гинекологи да то есть и репродуктологи представлены в наших эфирах то есть мне вот да то есть последнее время казалось что мы поговорили обо всем вот выучили наизусть и меня удивило что то количество вопросов которые мы получили как будто но мы не то чтобы ни о чем не рассказывали но как будто вот просто две трети немножко стерлась ластиком поэтому у нас да то есть такая история когда повторение мать учения мы с вами проговариваем сегодня я очень надеюсь что вы отнесетесь к этому с пониманием да то есть вот часть вопросов которые мы уже с вами поднимали ранее но и новую часть вопросов которые соответственно к нам пришли начинаем хорошо тогда друзья мы с вашего позволения поступим следующим образом я буду зачитывать вопросы а потому что это практически все те вопросы которые к нам пришли на почту и соответственно по ходу буду добавлять какие-то свои комментарии или что-то доспрашивать что мне например непонятно хорошо так какие основные факторы в том числе образ жизни наследственность влияют на женское здоровье вы знаете на женское здоровье все факторы влияющие они есть основные потому что оно здоровье начнем с этого второстепенных не бывает ну во первых женщина получает определенные генетические наследственные такой пул до определенных каких-то возможных заболеваний которые у нее могут развиться могут не развиться зависимость от образа ее жизни определенный пул наследственности который к сожалению не точно будет если это доминантный тип наследования а дальше идут так называемые эпигенетика да то есть есть генетика есть эпигенетика это все то что дальше формирует женское здоровье и ее качество жизни это где женщина девочка родилась а климатический пояс это семья в которой она родилась например там родители с высшим образованием или не с высшим образованием это тоже имеет значение потому что это формирует определенную зачастую социальную среду и соответственно определенный образ жизни ну то есть условно говоря больше выпивают алкоголь или меньше потому что алкоголь имеет значение количество вообще его присутствие жизни женщины и его количество курение соответственно использование наркотиков то или ином периоде жизни использование вообще любых препаратов по любым поводам начин там и антибиотиков и антиаллергенных препаратов и каких-то препаратов которые на постоянной основе женщина по какому-то поводу принимает с учетом каких-то например заболеваний наследственных ну например сахарного диабета до первого типа как вариант я просто говорю дальше имеет значение в сама женщина получает высшее образование или нет это тоже имеет значение например выяснено что у женщин у которых высшее образование у них меньше проблем с ожирением чем у женщин у которых нет высшего образования а слушать а почему казалось бы студент бесконечно кусочничает ему все некогда он бежит какие-то тусовки бургеры и там ну я сейчас утрирую да то есть вот и а вот это как бы они больше при этом нацелены на зож на здоровый образ жизни и у них совершенно другой уклад питания он немного кусовничать но при этом дальше он может получить язву желудка если он неправильно питается до них меньше будет ожирение они более вот именно образованность дает несколько другой систематику питания то есть некий социум да в котором они имеют да например на вчера на прием к нам пришла мама которая привела свою девочку 18-летнюю которой вес за 100 килограмм которая утверждает что она абсолютно правильно питается у нее все хорошо но при этом у нее ожирение третьей степени 18 лет то есть морбидная и при этом она абсолютно правильно питать как утверждает и сама девочка и мама но она учится на повара-кондитера вот у вас сразу же возникла улыбка которая возникает у врачей да то есть девочка 18 лет которые учатся на повара-кондитера, она априори не может нормально питаться, просто потому что они всё пробуют. И она не просто на повара учится, она ещё на кондитера. То есть она пробует всё то, что она как кондитер должна выпекать, готовить сладкое и мучное. Ну и о чём может быть речь, да? Елена Николаевна, вы знаете, я вас здесь хочу повеселить наших зрителей и вас немножко повеселить. У нас здесь был буквально совсем недавно, какое-то время назад прямой эфир с очень известным шеф-поваром большого известного ресторана, который ведёт кулинарное шоу. То есть он двухметровый молодой красавец-мужчина. И мой же вопрос, который я задавала, я в принципе этот вопрос задаю всех шеф-поварами, которые проходят свои мастер-классы для наших зрителей по здоровому питанию. каким образом можно иметь огромный ресторан, всё пробовать, всё контролировать и при этом сохранять фигуру. Вот знаете, просто вот именно вот этим словом. Да, то есть помимо стрессоустойчивости и так далее. И абсолютное вот то, что в чём говорят, о чём все дословно. Это спорт и, соответственно, пробовать. Есть абсолютные вещи, так же, как у сомелье, когда они делают глоток вина, пробуют и сплёвывают. Так же делают повара. То есть есть очевидные профессиональные вещи, которые, соответственно, сопутствуют определённым профессиям, но есть и очевидные выходы, чтобы этого избежать, то есть сопутствующих заболеваний. Ну, так как мама сама была за 100 килограмм, она провела ребёнка, который, соответственно, за 100 килограмм. Плюс кулинар-кондитер. Плюс кулинар-кондитер будущий, но абсолютно правильное питание. Ну, понятно. Хорошо. Такой вопрос. Должно ли как-то принципиально отличаться женское питание от мужского? Есть ли какие-то продукты, которые женщинам обязательно надо включать в рацион в большей степени, чем мужчине? Ну, глобально, таких гендерных различий, как говорится, мужское и женское, глобально в питании нет. Но женщинам желательно максимально больше использовать фалаты. Всё, что содержит фалаты. Что такое фалаты? Фалаты – это витамин В, В9. Это фолиевая кислота, фалат. То, что нам нужно для того, чтобы работали хорошо яичники в течение жизни. Особенно это важно у женщин, у которых есть склонность к возникновению синдрома поликистозных яичников по наследству, когда она планирует беременность и так далее. Когда она хочет хорошо выглядеть, потому что они влияют на внешний вид. То есть группа витаминов В, которые содержатся в зелени. Да. Вот всё, что содержит. Но мы не кролики, мы не можем съесть только зелени, чтобы получить эту суточную дозу фалатов. Но чем больше мы можем есть всё, что является зеленью, это приоритет. Если женщина планирует беременность, то мы всегда предлагаем за 3 месяца до планирования беременности использовать специально фолиевую кислоту в виде медикаментозной терапии для того, чтобы предупредить проблемы так называемой гомоцистеиномии, гипергомоцистеиномии, которая может влиять на наступление беременности, на выношение беременности, на рождение здорового ребёнка. Это такой принципиальный вопрос. Всё остальное должно быть сбалансированное питание, в которых должно быть достаточное количество белка, потому что это энергетически нас определённый не только углевод, белок для нас важнее, и витамины, витамины. Я не сторонница максимально принимать мультивитамины комплексов летом, например, когда есть возможность, вот мне говорят, где взять витамины, я говорю, на грядке. Я понимаю, что сейчас ритм жизни такой, что не у всех эти грядки есть. Далеко не у всех. Но у всех есть возможность сходить на рынок и купить всё то, что есть на грядках, условно говоря, для попросить кого-то принести. В магазинах сейчас очень много чего продаётся, именно российского с грядок. Я не говорю об, например, сейчас каких-то тайских арбузов, которые к нам приезжают. Да, жёлтого цвета. Да, жёлтого цвета. И такой странной, несколько формы, непривычной для россиян. Хотя сейчас, вот говорят, уже пошли астраханские арбузы, ранние скороспелые и так далее. Поэтому, особенно весной, мы привыкли, что мы уже круглогодично едим фрукты, ягоды. Мы привыкли, но мы всё-таки ратуем за то, что мы едим сезонные, стараемся есть сезонные фрукты. И да, очень хочется зимой ягодку свежую, или помидоры и так далее. Но при всём том, что это живые продукты, у меня всегда большие сомнения ну вот как бы по их полезности. То есть я понимаю, что это в большей степени я покупаю клетчатку за какие-то космические деньги. Да, полезность у меня под знаком вопроса. И поэтому я в этой связи, например, да, спасибо большое моей мамочке, которая замораживает ягоду. Если у нас это не получается сделать, то просто мы покупаем в магазине, то есть шоковые заморозки, ягоду расфасованную. И во всяком случае я понимаю, что там витаминов не меньше, чем в натуральной, ну там, олени или клубники или голубики в середине зимы. Я только об этом тоже хотела, Екатерина, сказать, потому что это самое распространённое. Да, есть сезонные фрукты летом и замораживать их на зиму. Всё остальное, конечно, если вот мы планируем беременность, если у нас есть какие-то проблемы. Ну, например, нужна контрацепция, мы можем назначить контрацепцию, которая тоже содержит фалаты, да, для женщины. Ну, в таком варианте. Но это уже дополнительные такие варианты. А что касается питания, то это ежедневная практика. Да, и питание, оно должно быть в полном смысле этого слова здорово. Елена Николаевна, а вы приветствуете БАДы, которые, да, то есть женщина в течение жизни, да, то есть понятно, что если она готовится к беременности, это один комплекс. Если просто поддерживать себя, там, той же группой витамины В, приём подобных БАДов. Или это лучшее, вот то, что называется по назначению врача, точечно. Понимаете, в чём дело? Биологически активные добавки, БАДы, да, это не лекарства, они, как вы все знаете, отличаются тем, что у них нет доказательной базы, сколько чего там реально содержится. Содержится ли в граммах, миллиграммах то, что там заявлено, и конкретно то, что там заявлено. Потому что никакого лекарственного исследования, которое проходит, лекарства реальное, да, тестирование, эти препараты не проходили. Да, для большинства мультивитаминных комплексов это и не очень возможно. Поэтому они, как БАДы, и зарегистрированы в России. Есть лекарственные витаминные комплексы, такие тоже зарегистрированы, но их очень мало, да, потому что это требует очень больших материальных вложений. Далеко не все фирмы на это идут. Но, если подходить вот с обывательской стороны, соль и перец это тоже БАД. О, как? Почему? Ну, это биологически активная добавка к еде. Как, собственно, тогда получается вообще все, чем мы сыпем еду? Любая приправа, любая... Это БАД. Это все тоже БАД? Это тоже БАД. Укропчик сушеный? Но, нет, укропчик сушеный это витамины, которые как бы... Другая история. Я имею в виду химического как бы происхождения, либо вот из такой истории, как перец и соль, да. Это определенный БАД. А соли, как вы знаете, много тоже нельзя. Нельзя. У нас есть большие ограничения. Да. Точно так же и перец. Да. Есть определенное ограничение. Вот, как я говорю, фанатизм, он плох, когда он вообще существует. Во всем. То есть много соли нельзя, много перца нельзя. Да, вообще много всего нельзя. Поэтому и много БАДов нельзя. Понимаешь? Это же девиз про умеренность, которую самое сложное соблюсти. Я вот всегда постараюсь объяснить именно на соли и перца. Это тоже БАД. Все понимают, что да, очень перченые ты не съешь. Поэтому есть фанатизм ему мультивитамины. Каждый день подходить, иметь 10 баночек, из каждой баночки платить себе по таблеточке. Это фанатизм. Мы таким образом себе пытаемся заменить на подсознание, что мы занимаемся своим здоровьем. Совершенно верно. Потратили кучу денег, купили кучу баночек, теперь кучу химии выпили, и типа мы занялись своим здоровьем. Это вред своему здоровью в полном смысле слова. То есть это миф. На одних баночках выехать невозможно. Абсолютно. Это должен быть комплекс, в который входит все, начиная от того, как ты питаешься, каким образом спорт представлен в твоей жизни, самой элементарной ходьбой. То есть кто чем может, но он должен быть представлен в виде движения. То есть твоего психического здоровья. Сколько ты спишь ночью. Сколько ты спишь. Сколько ты пьешь воды. И, соответственно, и все это может быть подкреплено какими-то баночками в какие-то периоды жизни. И то лучше проконсультироваться с врачом. Хорошо сформулировала. Отлично сформулировала. Вот этот закон, надо, чтобы вас сегодня услышали все женщины и взяли себе на вооружение. Потому что иначе мы получаем расцвет в фармацевтической промышленности. Да, и поддержку ее. Когда у меня пациенты спрашивают, а зачем тогда их выпуск назначать? Я говорю, ну фирма их выпускает, надо, чтобы их кто-то покупал. Логично? Логично. Тогда у меня, у пациенток, все становится на свои места, и они уже перестают с таким фанатизмом относиться. Покупать себе спасение. Спасение здоровья. Хорошо. Так, ну прям следующий вопрос. Какие вредные привычки негативно сказываются на здоровье женщины? В принципе, это обратное того, что я сказала, но можно прям перечислить через запятую. А я не буду повторяться. Нет? Сейчас я продолжу. Вот мы все, мы так очень коротко сказали про курение, допустим. На самом деле, курение очень вредно для здоровья женщины. У нас даже есть ограничения по назначению ряда лекарственных препаратов женщинам, которые курят. Например, официально везде прописано в клинических рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, наших российских национальных клинических рекомендаций. Мы не можем назначить женщины предохранение, контрацепцию, если она ей нужна, если она старше 35, и она выкуривает определенное количество сигарет в день. Потому что контрацепция не будет действовать? Или это побочка? Эта побочка может быть очень существенной и привести к нежелательным эффектам. И это противопоказание. То есть мы не можем назначить комбинированный норалик контрацептивным. Мы должны изобретать другие варианты контрацепции, которые могут быть менее эффективны. Я уже не говорю о том, что курение может однозначно оказать влияние на внешний вид женщины, на тургор кожи, на цвет кожи. Все курильщицы имеют более такой красноватый цвет лица. Их, в принципе, чем достарше, они тем больше видны. У них появляется определенный в большинстве случаев хрипловатый тембр голоса, как бы то ни было. И очень многие из них имеют определенные нюансы поведения, которые с этим связаны. Они начинают нервничать. Это зависимость. Да, это определенная не нарко, но определенная табакозависимость, которая, как любая зависимость, вызывает определенный дискомфорт. И если она не может реализоваться, то женщина начинает сильно нервничать, что отражается на ее, начиная с работоспособности, потому что ей надо побежать на перекур, а возможности нет. Мы видим это по больным, которым надо делать операцию из отделения, нельзя выйти, а в больницах запрещено сейчас курить. Они нервничают и так далее. Как сказывается курение на возможности женщине забеременеть, выносить ребенка, собственно, родить, то есть и на самом ребенке? Это передается, что потом он зависим тоже становится от курения. Вот как это складывается, сказывается? Это не столько передается, да, как вот, но если ребенок видит, что мама курит... Ну, это автоматом списывается как поведение. Да, он автоматом считает, что это нормально, и он будет в большей доле вероятности курить. С точки зрения выношивания беременности, это глубоко, не настолько будет влечить ей самой, сколько это будет, потому что курение, это все равно идет... Дыхание, это все равно через кровь, а у ребенка и у матери это единая кровеносная система у нас идет. То есть считаете, что ребенок курит вместе с мамой? Да, как паровоз. Изначально? Из самого начала, с детства. Соответственно, это не может не мешать, не влиять на его формирование, его органов внутренних и со всем вытекающим эту дунянцем. Вторая такая же в кавычках в привычках, которая распространена, это алкоголь. Например, сегодня известно, что рак молочной железы на первом месте возникает у женщин, вы знаете, это самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. И первая причина, из-за чего он возникает, это ожирение. А второе, это алкоголь. То есть женщины, у которых есть склонность к большому злоупотреблению алкоголя, с большей долей вероятности рано или поздно получат рак молочной железы. Частота абсолютно доказана во многих клинических исследованиях. И об этом тоже надо помнить. Это не имеет значения, это вино, это водка или это коньяк. Это просто определенное количество спиртосодержащих продуктов, которые влияют негативно на молочную железу. И это та самая эпигенетика, которая вызывает изменение здоровья. Сделал человек сам. Да. В себе. Да. Понятно. То есть у нас скурение, алкоголь, что еще? Наркотики. Да. Которые там, сейчас эти вейпы, которые очень сильно распространились и однозначно они оказывают такое уже отрицательное влияние. А вейпы я вижу у школьников. Да. Уже начиная с четвертого, там с пятого класса вовсю. а соответственно со всеми проблемами легких и как это дальше отразится в их не только внешнем виде, не только в здоровье, но и в как любая дурная привычка, как их в определенной социальной активности и поведении. Да. То есть они без вейпа никуда идти не могут. У них постоянно он в руках. Они специально, как соска у младенца, понимаете, вот с этими вейпами ходят подростки, девочки, мальчики и их мамы. То есть это тоже такие факторы семейного поведения, семейного нюансов. Вот бывает культ еды. Мы сейчас тоже об этом поговорим, как ожирение влияет. А бывает культ вот именно дурных привычек. Которые становятся также зависимостью. А, кстати, вот культ еды это ведь тоже зависимость. Мы много проводили просто эфиров с психологами, которые говорят, что да, безусловно, это такая же зависимость, как алкоголь, курение. Ну, я наркотики не буду приводить. Хотя это все через запятую. Ну, вот насколько я слышу, да, то есть при разговорах с врачами. И поэтому при культе еды, когда человек не контролирует, то есть он понимает головой, но при этом себя не контролирует. Вот такой он в состоянии бесконечное утешение самого себя едой на диване перед сном. Я сейчас утрирую, я сейчас не говорю про какие-то заболевания именно эндокринные. Да, то есть про них не говорим. мы говорим про образ жизни. Как ожирение женщины и мужчины вот парой, которая планирует завести ребенка, влияет на зачатие и влияет ли? Соответственно, влияет на протекание беременности у женщины? Передается ли генетически ребенку, который, соответственно, которого она рожает? Вот что со всем этим делать? Вы знаете, вопрос кажется очень легкий, на самом деле он очень сложный. Я всегда пациентке, которая ко мне приходит на прием с избытком массы тела или тем более с ожирением, говорю, вот у вас есть 20 лишних килограмм. Да, 20 лишних килограмм. Я говорю, вы самолетом летаете? Она мне говорит, летаем, допустим. Я говорю, багаж сдаете? Сдаем. Я говорю, багаж, который вот разрешен для перевоза, это 20 килограмм. Неподъемный. Ну, вы работе 23. Я говорю, вы легко его поднимаете, несете на весы и ставите. Нет, говорит, тяжело. Я говорю, представьте себе, что вы с этим чемоданом чистого, красивого, золотого жира постоянно ходите в обнимку. Вот, Екатерина, у всех глаза становятся круглыми. Они воображают вот этот огромный неподъемный чемодан, с которыми они ходят. Я говорю, вы понимаете, что это не может не отразиться на вашем здоровье. Мужчина, женщина или ребенок это не имеет значения, потому что это красивый, большой, тяжелый чемодан чистого, золотистого жира. У некоторых их два чемодана, три чемодана. И это не только нагрузка на позвоночник, да, и это не только внешний вид и размерчик, который меняется. Мы это вообще не обсуждаем. Это еще и ожирение внутренних органов, которые, соответственно, ожирение сердца, которое не может так работать, как кровь перегонять, ожирение печени, ожирение поджелудочной железы, ну, то есть, ожирение почек, всего. Поэтому это не может не отразиться. Женщинам, у которых есть ожирение выше 30, индекс массы тела, да, у нас, это первая степень ожирения, во многих странах отказывают не давать добро врачей на беременность вообще. Ничего себе, я об этом не слышала. Да, на протоколах, например, нашего лечения у женщин с бесплодием, наших клинических рекомендаций, написано, что у женщин, у которых индекс массы тела выше 30, вероятность бесплодия выше, чем у тех, у кого он меньше. Просто потому, что идет, ну, как бы, вот этот чемоданчик жира, он, это гормонально активный орган, который репродуцирует целый пол гормонов, который выводит дисбаланса работы репродуктивной системы у женщины или у мужчины, вызывающие при этом либо бесплодие, либо у женщины проблемы, связанные с тем, что и беременность наступила, но она прерывается, потому что эндометрия матки тоже реагирует на вот этот чемоданчик, который продуцирует гормоны. Ну, то есть, получается, этот чемоданчик, который жир, жончик чемоданчик, жира, соответственно, влияет на все органы, и в том числе, да, на репродуктивные, и на эндометрии, то есть, и на формирование яйцеклетки, и на формирование фолликул, и сперматозоидов, и сперматозоидов, то есть, на все таким образом, что нет прямолинейного ответа, то есть, ты все время как под угрозой, что с тобой что-то может случиться, с тобой или с твоим ребенком. Да, во время беременности, если она наступает, да, у таких женщин, у нас не бывает здорового ожирения, но рано или поздно закончится сахарным диабетом или преддиабетом, да, второго типа, то у каждого тоже свой срок, это вот как про, я рассказывала, алкоголь и онкологию, поэтому, когда мы говорим про то, что беременность все-таки наступила у женщин с ожирением, у них с большей долей вероятности начинается гестационный сахарный диабет, то есть, то, что однозначно уже мешает и нарушает здоровье ребенка, да, вызывает целый ряд проблем, связанных с течением беременности, эклампсию, преэклампсию, то есть, преждевременные роды, либо это приводит к рождению ребенка, которая называется фетопатия, когда вес ребенка выше 4 килограмм, да, макросомея, когда мы рождаем детей, априори, уже с большой долей вероятности, не только уже 4 килограмма, вот он сейчас имеет, но у него будет большой букет, огромный риск, большого букета заболеваний в течение жизни, именно из-за того, что он с таким весом родился, благодаря, в кавычках, маме, и рассказывает, что у меня ребенок замечательный, 5 килограмм, 6 килограмм, не знаю, это вот все, здорово, богатыри, это не... То есть я правильно понимаю, что вот это вот понятие норма, оно не из воздуха взялось. Веса? Норма веса, там, для ребенка, для взрослого человека, норма потребления продуктов, норма потребления микро-макро-нутриентов, да, то есть... Это отработано поколениями, годами, врачебного сообщества, и поэтому рекомендации, которые дают врачи, то есть это медицинско доказанные рекомендации годами клинических исследований и, соответственно, работы с пациентами. Изобретать велосипед по-новой не надо, если он уже изобретен раньше. Мне начинают говорить, у меня кости тяжелые, поэтому я вешу больше там той нормы. Я всегда говорю, вот для вашего роста, условно говоря, там 170, у нас... Индекс массы тела уже, наверное, все знают, калькулятор есть в интернете, можно посчитать. Для определенного роста у нас есть такой диапазон от 18,5 до 25, условно, с 25 начинается избыток. Это большой диапазон, это в среднем 15-20 килограмм. Все это считается нормой. То есть я говорю, с вашей тяжелой костью вы можете быть в норме, но ближе к верхней границе. Если у вас в кавычках легкие кости, ну, может, и в ближней границе, но у вас норма, диапазон нормы минимум 15 килограмм. И все это считается нормой. Это много 15 килограмм. Это очень много. Да, конечно. Так что рассказывать о том, что мы не можем вписаться в нормы, которые кому-то там рассчитали, я вам показываю, Эдбэк, да, годами, веками врачи рассчитали. Эти нормы имеют определенный диапазон, вилку, как мы говорим. И любой человек в нее вписывается, если мы говорим о норме. Это так же, как любые анализы в лаборатории издаются, там тоже пишутся референсные значения, нормы. От и до. Ну, тот же витамин Д от 30 до 100. Да. И можно иметь 30, а можно иметь 99. И все это норма. Точно так же и вес. Точно так же и, соответственно, калории. Мы же редко говорим, вам надо полторы тысячи, и все. Вот только полторы. Допустим, да. Обычно врачи говорят, от 1200 до полутора. Да, совершенно верно. То есть дают все-таки вилку. Ну, конечно, потому что это невозможно рассчитать. Я периодически сижу, после особенно зимы, и начинаю считать калории. Я понимаю, что, да, то есть там 1273 очень нормально, да, то есть можно спокойно еще добавить там 100 килокалорий. Ну, да. Я, кстати, дорогие друзья, хочу вам сказать, что на портале здоровоепитание.рф представлены огромное разнообразие разных разделов, и в том числе разных сервисов и по посчету калорий, и по выбору для себя диеты, и режима питания, и можно получить и онлайн, и оффлайн консультацию и эндокринологов, и диетологов. Пожалуйста, присоединяйтесь, подключайтесь, и, соответственно, смотрите все это на нашем портале здоровоепитание.рф. Кстати, у нас мы разработали мобильное приложение одноименное здоровое питание, поэтому, если удобно, все это можно сделать в мобильном приложении. Елена Николаевна, дальше, про гормоны. Смотрите, часто спрашивают, у меня вот много вопросов в отношении гормонов, какие проблемы с гормонами могут возникнуть в подростковом возрасте, передаются ли гормональные заболевания по наследству, как определить, что у женщины гормональные нарушения, какие профилактические меры надо соблюдать, чтобы снизить риск возникновения гормональных проблем. ну вот такой комплекс, раз мы уже заговорили про желтый чемоданчик прекрасного, мне очень понравилось. Желтого чемоданчика. Прежде чем я к этому перейду, я вспомнила, помните, у Хазанова была по поводу привычек, да, сын у вас курит, да, курит, попугай рассказывал на куре, только когда выпьет. Он еще и пьет, только когда в карты проиграет, да, то есть вот эти вредные привычки оказывают на все. И я специально рассказала вам эту историю, потому что, переходя к только что заданным вами вопросам, я однозначно могу сказать о том, что девочки вступают в пубертат, в половое созревание, имея определенные генетические наследования, когда у мамы там начались, да, соответственно, менструации, с одной стороны, а с другой стороны, имеет огромное значение, в том числе социум. То есть если у девочки какой-то сильный стресс, ну там, развод родителей, например, да, или какая-то первая любовь, которая закончилась ничем, у нее тоже может быть задержка с половым созреванием, с пубертатом, и довольно серьезная, потому что психологические проблемы, вот вы сами говорите, сейчас действительно очень много эфиров и очень много вопросов по проблемам психологии, психотерапии, даже психиатрии, потому что эти ситуации кажутся проходящими, но на самом деле они годами тянутся. И потом мамы приводят своих девочек с различными нарушениями менструального цикла. Это может быть и полное выпадение функции женской, и вплоть до вот, практически архи, сложно ее восстановить, если это долго. Это могут быть временные, да, поэтому чем раньше мама обращает внимание на то, что у девочки, ну, до 15 лет нет менструации, они должны быть. Сейчас вообще они начинают в основном в 10-11 лет у девочек. Чем больше вес у девочки, тем больше они раньше они начинают. Если до 15 лет нет менструации, это лишний раз повод задуматься, почему, что случилось и что происходит. Очень часто у нас появляется 18-20 лет мама, приводящая дочерей, у которых нет ничего. Один раз пришла, вы тут москвичка, 25 лет, ее подружки прислали, у нее не было ни одной менструации. Я говорю, а куда мама смотрела? А мама как-то вот никак. Подружки прислали, потому что 25 лет ни одной менструации нет. Выяснилось, что у нее определенное генетически обусловленное заболевание, из-за чего нет менструации. Ну, как бы, все обследовали, назначили, менструации появились, все хорошо. Поэтому то, как девочка вступает в обертат, это огромный такой билет на ее светлое будущее. И этот билет должен быть куплен вовремя и в правильный ряд, если мы говорим ассоциативно в театре. Потому что если пропустить то, что два раза в месяц идут менструации, либо они с задержками идут, несколько месяцев их нету, что у нее появились вначале, должна вначале появиться грудь, потом должны появиться волоски на половых органах, а потом должна пойти менструация. Если этот порядок меняется, это тоже неправильно. Это может быть звоночком, например, синдром поликистозных яичников. Очень многие задают вопросы, сразу говорю, он может передаваться по наследству, склонность к нему, и он может быть у тех девочек, у которых родители или у бабушек есть охранный диабет второго типа. То есть имеется предрасположенность к таким заболеваниям. И тут тоже очень многое зависит от родителей, от мамы. Если вовремя заметить эти формирования гормональных нарушений, то можно их вовремя остановить и не дать развиться, потому что дальше может быть прибавка массы тела, повышенный рост волос. Девочка начинает себя не любить, ей не нравится в зеркало смотреть, она толстая, она с какими-нибудь пигментными пятнами где-то, где ей не нравится, она может быть с лишними волосами, волосы больше салятся, выпадают на голове. И это вызывает в том числе и психологически очень много депрессии у этих девочек. Что еще больше накладывает на нарушение и пищевого поведения? Она начинает заедать стресс. И вот то, что вы говорили, кинуть что-то вкусненькое на краешек желудка, получить какую-то хоть положительную эмоцию и дальше, и дальше, и дальше. И это вот замкнутый круг очень трудно разбить, нужна помощь психологов, нужна помощь родителей. Конечно, потому что ребенок сам не может с этим справиться. А родители должны это понять, что есть проблема и с этим проблемой надо вдвоем бороться. Потому что один врач с ней не справится. Я всегда говорю, вы пришли ко мне, я готова вам помочь. Но болезнь, да, вот проблема, которая есть, я один на один с ней не справлюсь. Мне надо, чтобы вы помогали. Если вы будете помогать, значит, мы вдвоем против нее пойдем и мы выиграем. А если я буду бороться с вами, за вас же, да, то есть, то, соответственно. И говорят, вам надо худеть, вы мне сами в ответ скажете, я знаю. И что дальше? Как большинство говорят, да, я и так знаю, почему мне надо худеть. А что вы пришли, называется? А вы мне дайте какую-то волшебную таблетку, чтобы я утром проснулась и все. Я так о ней мечтаю. Елена Николаевна, да, то есть, ну, к сожалению, вот никак. Екатерина, мы возвращаемся к истории с баночками, с бадами. Да, да. Вот и никак, понимаете? Никак, да. Без труда не вытащишь рыбку из плоруда. И здесь тоже, к сожалению. Придется самой вот как-то... А ведь все время хочется. Хочется ведь, вот понимаете, вот петь песню, быть легкой, звонкой, молодой, красивой и ничего при этом не прикладывать усилия. Ну, я утрирую. Делай так, как вас научили повара. Пробуйте выплевывать. Но не вызывайте рвоту, потому что это может вызвать совершенно другое психическое заболевание. Это большая разница. Кстати, Должна предупредить. то есть, вот это то, о чем также много говорят и диетологи, и эндокринологи, и психологи, да, там, неважно, общим словом назову, там, психотерапевты или о том, что, соответственно, очень часто человек, будь то подросткового периода или уже старшего возраста, таким образом себя удовлетворяет, как обманывает себя. То есть, он ест все, что он хочет, абсолютно без меры. Знаете, простите за такую подробность, до рвоты, когда, как вот просто столб еды стоит в пищеводе, да, то есть, а потом просто идет и все это сбрасывает в унитаз, да, успокаивая себя тем, что я и поел вкусно, удовлетворив себя, кавычу, Макдональдсом, мешком, да, то есть, вот всего этого. И при этом ничего у меня в организме не отложилось. Ну, запил, там, каким-то нутрирую, фосфолюгелем, да, то есть, вот там, или амезом. Все, утром проснулся, ну, немножко тянет желудок. Кашку съел, пошел дальше. И это очень распространено. То есть, мне казалось, что это удел девочек, да, то есть, вот, которые стремятся быть похожими на моделей и, соответственно, у которых, да, вот таким образом развивается психическое заболевание, булимия, там, расстройство пищевого поведения, да, оказывается, очень много людей, которые, вот, грешат вот этим. Это правда. И мы их видим. С точки зрения гинекологии, каким образом, вот как-то на гинекологию это влияет? Вот это вот спазма, или это чисто уже уходит в психологию заболевания? Вся психосоматика влияет на гинекологию тоже. То есть, любое отклонение влияет? Все болезни от головы, любое отклонение вначале вызывает расстройство психики в разной степени, а потом физики. Понятно. И всегда пробивает там, где слабое звено. Слабое звено. Да. И если гинекология слабое звено, оно будет пробито, причем весьма сильно. Я, знаете, у меня такое ощущение, что врач, психотерапевт, психиатр и вот все со словом психо становится вообще главным действующим лицом в нашей жизни. Ну, это так. Просто волею судеб и мира, которые вокруг нас. Я говорю, что если мы посадим психиатра при входе во многие клиники, до остальных врачей просто пациенты не дойдут. Не дойдут. Хорошо, ну не будем делать рекламу психиатрам, будем разговаривать о себе. Какие анализы регулярно должна сдавать женщина детородного возраста, у каких врачей наблюдаться? Вы знаете, сейчас наше министерство здравоохранения принимает программу репродуктивного здоровья женщин под руководством главного нештатного специалиста нашего по гинекологии академика Домян. Там целая группа сформирована и разработан план по тому, какие анализы в какие годы при переходе из детского возраста в пубертатный, пубертатный во взрослый возраст, какие полы анализов по ОМС пациентка должна сдавать, какие анализы должна женщина сдавать в течение всей своей жизни, планируя беременность, не планируя беременность и уходя дальше в старшую возрастную группу. И все это будет включено в программы обследования по бесплатной медицине. Я считаю, что это огромный прорыв. Это прекрасная новость. Для этого женщина должна зайти в женскую консультацию, чтобы ей сделать. Это уже действует? Это уже действует, да. Прекрасно. Просто у нас женщины по 10 лет иногда к гинекологу не ходят вообще. К сожалению, такое тоже будет. Поэтому регулярно женщина детородного возраста должна делать ультразвуковое исследование органов малого таза, должна обязательно показываться на кресле гинекологу раз в год, это как закон. Она должна сдавать общий анализ крови и кровь на ферритин. Мы сегодня смотрим именно этот параметр. Это показатель депо железа в крови. по этому показателю можно понять насчет обильности менструации, насчет возможности дееспособности, работоспособности и целого ряда других проблем, которые у нее может проявиться. Она должна сдавать тереотропный гормон, гормон щитовидной железы, который тоже очень актуален во многих странах, в том числе в нашей стране. Но сегодня еще модно считается витамин D сдавать, хотя он не входит в обязательные как бы показания. И после 40 лет обязательно делать ультразвуковое исследование, а еще лучше маммографию раз в 3 года как скрининг рака молочной железы. После 21 год мы смотрим обязательно онкоцитологию раз в 5 лет, потом дальше раз в 3 года. И до 65 лет онкоцитология жидкостная сегодня берется бесплатно в женских консультациях до 65 лет для того, чтобы, не дай бог, не пропустить формирование рака шейки мамки. То есть это то, что вот... То есть это комплекс исследований, обследований, который положен каждой женщине, да, то есть и его возможно получить по ОМС бесплатно. Это принципиально важно. Да, но помните, что это не ежегодно та же маммография, да, и тот же онкоцитология. Но согласно приказам, то, что я озвучила, это есть. Прекрасно. Хорошо, тогда вы знаете, вот здесь вот вы уже упомянули женщин в периоде менопаузы, и я хотела бы задать вопрос, какие могут быть симптомы менопаузы, можно ли их облегчить? И еще, насчет менопаузы есть два мнения. Кто-то считает, что надо принимать все как есть, а кто-то старается продлить молодость и оттянуть менопаузу. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли проводить ЗГТ и в каком возрасте начинать? Это когда гормонозаместительная терапия противопоказанная. ЗГТ это гормонозаместительная терапия. Ну, гормонозаместительная терапия – это вообще замещение любого гормона. Да, условно говоря, инсулин при сахарном диабете – это тоже гормонозаместительная терапия. Поэтому мы в гинекологии говорим про заместительную гормональную терапию половыми гормонами. То есть конкретно теми, которые у нас в дефиците. Когда мы говорим про менопаузу, мы говорим менопаузальная гормональная терапия. Такой правильный термин для того, чтобы точно называть вещи своими именами. Теоретически наши бабушки, прабабушки, жили гораздо меньше, чем мы сейчас. Помните, во времена Пушкина старуха 36 лет, это считалось нормально, Пушкин так писал. Старуха 36 лет. У нас в 36 очень многие женщины даже еще рожать не начинали, не то, чтобы там старухой быть. Сегодня такой уровень. Помните, что старуху, который Раскольников убил топором, ей было слегка за 40. Старуха. Старуха-оценщица. Ее всегда рисовали на картинках. Невозможно. Невозможно страшной и старой картинкой. На самом деле, ему было слегка за 40. То есть достаточно по нынешним меркам еще... Молодая женщина. 40 лет жизнь только начинается. Как мы с вами знаем, Москва слезам не верит. Вот. Поэтому говорить о том, что можно ничего не делать, можно. Но вопрос о том, как относиться к качеству жизни. Я всегда говорю, вот у нас плохое зрение на старости лет становится. Мы идем к врачу, заказываем очки и начинаем в очках читать. При этом мы не сомневаемся в этом действии. Просто идем и делаем. Ну, потому что... А как иначе? Да, я не вижу. Конечно. А можно сказать, ну, возьми, вот как фотоаппарат включаешь, там себя сфотографирует селфи. Вот так же на бумажке подальше отодвинь, и ты же не слепая, ты же видишь, что там написано. Да? Просто руки короткие. Да? Поэтому нет. Мы хотим качество жизни и прочитать вот книжку или бумажку так. Мы одеваем очки. Если, не дай бог, что-то у нас со слуховым аппаратом, со слухом, мы разговоры ведем про слуховой аппарат. И то, и другое качество жизни. Если мы говорим про снижение уровня гормонов щитовидной железы, да, то мы для того, чтобы... Человек не умрет, он будет просто еле-еле живой, если у него щитовидная железа не будет работать. Да? И дурной, и слабосильный, и так далее. Вот для того, чтобы у него сохранить качество жизни, ему дают специально гормоны щитовидной железы. Если у него сахарный диабет, ему дают инсулин. И все это зависительная гормональная терапия. А если у женщин начинается дефицит женских половых гормонов, начинает вопрос, зачем? За тем, что сарогены, они отвечают за огромное количество функций. Начинает с того, что они жиросжигатели. И если их нет, то женщина начинает, продолжая наш разговор, прибавлять массу тела, у него формируется так называемый меноползальный метаболический синдром. Даже самые худые, говорят, живот появился и вперед пошел. А талия исчезать начинает. Прибавка массы тела может достигать и 5, и 10 килограмм в первые годы, когда женщина уходит в климакс. У женщины начинает меняться внешний вид, потому что эстрогены отвечают за тургор кожи, за коллаген. Меняется кости, потому что эстрогены – это профилактика остеопороза. Меняется работа сердечно-сосудистой системы. Доказано сегодня, что те, кто использует меноползальную гормональную терапию, живут дольше, чем те, кто не использует, в среднем на 9 лет. Это немало. Смертность от любых причин меньше 9 раз. И у этих женщин, те, которые принимают терапию, 15 лет и больше. Ни год, ни два, ни три, а 15 лет и больше. Дозировки меняются, лекарства меняются сейчас. Огромное количество препаратов, которые можно персонально подобрать каждой женщине. Они живут дольше, чем те, кто не живут. В тех исследованиях, которых многочисленно провели по 10-20 лет наблюдательные исследования и в Америке, и в Англии, и в Нидерландах, и в Швеции, те, которые могут себе это позволить, и во Франции. Абсолютно четко это доказано. Чем дольше пьешь, тем дольше живешь. И они живут больше 100 лет, очень многие из этих женщин. В отличие от российских, которые, к сожалению, средний возраст жизни у нас, по последним всем данным, 76 лет для женщин. В европейских странах, чтобы мы понимали, там в среднем 85-86 лет. То есть мы живем на 10 лет меньше, чем в Европе. Казалось бы, не так далеко от нас. Казалось бы, почему? Потому что есть генетика и есть эпигенетика. И то, что мы на 10 лет меньше живем, это наша эпигенетика. Это все то, что мы с вами сейчас говорим. Все то, что вызывает проблемы. И профилактика дефицита эстрогена сохраняет наше здоровье. Во всех смыслах этого слова. Конечно, назначить всем нельзя. Есть противопоказания, но для этого надо прийти к врачу и провести обследование. Перечень анализов, он известен абсолютно всем врачам. Проходит такой, ну как бы, скрин обследования состояния здоровья в тот день, когда пациентка пришла. И дальше решается, принимается значение. Можно ей принимать препарат или нет. Если можно, значит, какой препарат подбирается. Может быть, вагинальный, трансдермальный, пероральный, инъекционный, нутриматочный. То есть огромное количество вариантов сейчас. Несмотря на санкции, у нас очень много все равно выбор. Более того, у нас есть очень много препаратов российских, которые импортозамещения идут. Поверьте, хорошего качества российские фирмы сейчас выпускают очень неплохие препараты, которые мы можем использовать. Совершенно спокойно, что они никуда не денутся на нашей территории. И спокойно помогать женщинам быть работоспособными, красивыми и здоровыми. Ну вот, мне кажется, вы исчерпывающе ответили, потому что вот этот вечный вопрос, пить гормоны или не пить, то есть и аргументация в ту и в другую сторону, это прямо, знаете, вот как антиваксеры бьются за то, чтобы не пить. Вот так есть, да, огромная часть женщин, и, да, то есть, которая также утверждает, что все невозможно, неправильно, не нужно. Да, поэтому спасибо, что так подробно ответили на этот вопрос. Я, знаете, хотела вот еще о чем спросить. Во всевозможных рекомендациях представляют разные продукты, такие, например, как соя, которые помогают женщине как раз вот в период менопаузы. То, что пить гормоны необходимо, мы уже поняли, да, то есть... Если нет противопоказаний. Если нет противопоказаний, да, и по назначению врача, и вместе с ним подбирать, то есть... Но это то, что нужно делать для качества жизни. Какими продуктами питания можно поддержать свое здоровье в период менопаузы? Вы знаете, раньше бытовало мнение, что нужно использовать как можно больше вот сои, витамина С и так далее. Железо, печени, да. На сегодняшний момент это никак не доказано, да. Но печень нам нужна, потому что это поддержка железа. Да. Оно нужно всегда по жизни. Да, и не только в период менопаузы. И гранаты, и печень, вот все железо содержащее, это всегда. Это приветствуется в любом периоде жизни, точно так же, как фалаты, потому что в возрасте, то, что я говорила, и продуктивная фолиевая кислота, то на старости лет, как говорится, это профилактика теросклероза, теротромбоза. То есть уже включаются кардиологические позиции и влияние на сердечно-сосудистую систему. То есть витамины группы В нам все равно нужны. Витамины группы Е нам нужны для того, чтобы поддерживать определенные самые... Витамины группы В нам нужны, да. Витамин В, который уже считается как гормон, он нужен для того, чтобы усваивался тут кальций, который мы едим. Кальция должно быть много. Это все молочнокислые продукты. Это брокколи, это фундук. Для того, чтобы поддерживать генеральную плотность костной ткани, чтобы не было остеохупороза лишний раз. И передозировать его продуктами невозможно. Никакие камни в почках, которые там кто-то придумывает, от этого не возникает. Совершенно другая история. И, соответственно, фито какие-то, эстрогены, они приветствуются сегодня как альтернативная терапия. Ее можно использовать. Либо бета-аланин, кислота, которых тоже как альтернативная терапия. Но это используется для лечения только климактерического синдрома приливов. Вот эта трава, как трава идет. Они срабатывают только на легкой или иногда на средней степени. Когда идут расстройства климактерические более серьезные, больше 10 приливов в сутки, они не срабатывают никак. Или чуть-чуть сработали, дальше никак. Дальше сработает. Если есть дефицит, то его надо восполнить. То есть только гормональная терапия? Если на полке нет, то туда можно или положить, или не положить. Все остальное, альтернатива, это не срабатывает так стопроцентно в точку, как сработает то, чего реально дефицит. Есть дефицит прогестерона, кладем прогестерон. Есть дефицит эстрогенов, надо положить эстроген. Поняла. И, Елена Николаевна, у нас, к сожалению, заканчивается время нашего эфира, поэтому, знаете, я вам задам последний вопрос, который также нам пришел на почту. И пришло много вопросов на эту тему, но я его сформулирую как такой единый. Значит, звучит так. Насколько женщинам важно соблюдать санитарно-гигиенические правила? И какие в первую очередь? Какие заболевания могут возникнуть при нарушении правил гигиены? Какие инфекционные заболевания чаще всего поражают женскую репродуктивную систему? Нужны ли, и если да, то в каком возрасте лучше вакцинироваться от вируса папилломы человека? Ну, тут очень огромная тема. Тут еще час разговора. Да, еще, значит, ну хотя бы. Значит, первое. Наши инфекционные заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, это заболевания, стоящие на первом месте по распространенности у женщин. Соответственно, они возникают на фоне, а, половой жизни, да, б, они могут передаваться от матери, например, вирус герпеса, да, который ребенок получил, и дальше обостряться. Но он может получиться и половым путем. Любые инфекции, типа гонорея, сифилиса, ВИЧ, да, трихомонад, гонорея. А ВИЧ, все через запятую вместе с этими инфекциями. Вот, все через запятую, да. И все они сегодня лечатся, если это вовремя. Это принципиально. Это принципиально, но все это можно получить при половой жизни. Соответственно, если мы живем половой жизнью, и партнер нам не очень хорошо знаком, а иногда и очень хорошо знаком, но лучше перестраховаться, это значит с презервативом, потому что никакие другие варианты, к сожалению, не спасут от инфекции, передающейся половым путем. Если мы говорим про вирус папиллома человека, то сегодня очень актуально это вакцинация у девочек, да. Вакцинация начинается с 9 до 13 лет. У нас есть несколько вакцин в России официально зарегистрированные. Делается инъекция внутримышечная, идет с разницей в полгода, если двукратное введение. Вот, и это достаточно хорошая иммунизация идет для того, чтобы была профилактика развития вируса папиллома человека. А позже нельзя вакцинировать? Это называется первичная профилактика, вот у девочек. Позже можно для повышения иммунитета и до 30 лет, и выше сейчас делают, но наиболее актуально это все-таки делать в пубертате, когда идет только становление, еще нет того фона, полученного при половой жизни в том числе. Хотя и вторичная профилактика тоже приветствуется. И при этом мы делаем онкоцитологии для того, чтобы посмотреть. И при необходимости врач решает о необходимости кольпоскопии. Потому что если есть носительство вируса папиллома человека, то это делается ежегодно. И если нету, то согласно нашим клиническим рекомендациям, хотя бы раз в три года, как я уже говорила, в репродуктивном возрасте онкоцитология должна быть стана. Ну, то есть получается, что все, о чем мы сегодня говорили, это все тот же наш любимый санпросвет, который любой человек, неважно, женщина или мужчина, подросток, или мама объяснять своему ребенку, на его уровне соответственно должен объяснять и сам понимать и знать. Это дело родителей, это дело учителей в школе, специально должны быть все-таки... У нас сейчас появились в школе различные уроки дополнительные, которые по разным поводам. А такие уроки тоже можно быть посвящены в классе 5-6, где больше всего это актуально, именно таким темам. Как правильно заполнять менструальный календарь, как правильно считать менструальный цикл, потому что многие к 40 годам так и не научились считать правильно менструальный цикл, что он считается от начала менструации до начала следующей менструации, а не от конца, как некоторые до сих пор думают. О том, что надо вести менструальный календарь, у нас есть сейчас программы в телефонах, которые можно бесплатно скачать и точно знать, когда цикл и планировать своё поведение. Точно так же надо обсуждать все нюансы, соответственно, если это нарушение цикла идёт, это и ребёнок должен на это уже сигнализировать, что что-то, и мама должна, несмотря на свою активную работу, на это реагировать и предпринимать те или иные шаги. Это совершенно не обязательно гормоны сразу должны быть назначены. Это могут быть совершенно витаминотерапии, либо травяная терапия, но та, которая остановит запускание патологического процесса и будет хорошо влиять на дальнейшее репродуктивное здоровье у этого ребёнка. Это сам просвет работы, как вы сказали, совершенно чётко связанная с социальной средой. Да. Вот социальное поведение в школах. Это работа администрации школ, потому что вот у меня ребёнок учится в школе, и она говорит точно, что у них туалет используется как курилка в школе. Я говорю, это везде так. Я говорю, а что учители на это думают? Гоняют. Говорила мне моя дочь, но при этом он продолжал использоваться как курилка. Но это работа вот как бы это, понимаете, и так далее. Это из мелочи складывается большое. Из маленьких пазлов складывается картина. Вот если мы завершаем наш разговор, я хотела бы сказать, мы сегодня из маленьких вопросов построили диалог. Вот откровенный разговор о привычках, влияющих на женское здоровье, тема наша сегодня. Вот эти привычки, это маленькие пазлы. Могут быть здоровые привычки, могут быть нездоровые привычки. И от того, как эти пазлы складываются в картинку, вот эта картинка и будет женским здоровьем в течение всей её жизни. И это зависит во многом ещё и от самого человека, от самой женщины. О том, как её родители воспитали, как её образовали, как она социализирована и как она, соответственно, реагирует на окружающий мир, в котором мы сейчас живём. Возлагать всё на таблетку или на врача – это неправильно. Женщина должна сама управлять своей жизнью. И это не баночки с БАДами. То есть это каждодневная нормальная осознанность. Всё в нашей жизни – это труд. Создание семьи – это труд. Работа на работе – это труд. Учёба – это труд. Учёба – это труд. Даже за садом ухаживать, чтобы цветочки красиво росли – это труд. Выросли те самые фрукты. Спасибо маме, мы говорим, что заморозили. Это труд. Вот здоровье человека – это его собственный труд на благо себя. И если он не будет трудиться, то за него это никто не сделает. И если человек будет приходить вечером с чувством выполненного долга на работе, заваливаться на диван и пить пиво с креветками, я это заслужил, и я расслабляюсь, он тем самым подкладывает мину замедленного действия под своё здоровье. Елена Николаевна, ну, с другой стороны, знаете, вот я хочу так немножко в лёгкую, чуть-чуть дать легковинке. Врач же должна же дать директиву. Да, вы правильно, да. Ну, просто, а я хочу сказать, да, то есть как простой живой человек, что, слушайте, ну, конечно, мы не роботы, и, конечно, и я, и вы, ну, вот, да, и все наши присутствующие здесь. Всё бывает жизни. Всё бывает, и позволяем себе разное. Но вопрос меры и осознанности. И регулярности этого. Да, совершенно верно. И поэтому, может быть, раз в месяц, ну, или там, раз в неделю с друзьями тот же бокал белого вина с креветкой, там, ну, я сейчас фантазирую, да, там, исчерпываю. Почему нет? Ну, это разовый вариант, абсолютно контролируемый и понятный, что это, да, то есть вот, ну, если нет, конечно, противопоказаний. А ещё вам хочу сказать, дорогие коллеги, так как мы совсем уже вычерпываем, исчерпываем наше время в эфире, сайт эндокринологического национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России имеет потрясающий сайт, на котором представлена вся возможная информация, врачи, можно получить консультации, работают школы разные онлайн, можно записаться на приёмы, поэтому невозможно наш разговор, да, то есть все вопросы уложить в час, мы скоро с вами увидимся, я уверена, снова, потому что, да, у меня там осталось ещё пару листов вопросов. Но для тем, кому интересно, можно всю информацию посмотреть на сайте эндокринологического национального центра, где представлен ваш институт, да, то есть ещё раз скажу. Наше отделение. Отделение, да, института репродуктивной медицины эндокринологии. У нас принимают диетологи, у нас принимают репродуктологи, гинекологи, андрологи, мужские врачи, урологи, поэтому огромное... Есть отдельное детское отделение. Отдельный детский институт. Институт, да. У нас есть принимают специалисты по ожирению, специальные школы по ожирению, специальный центр по обследованию пациенток, и семей с ожирением. Поэтому всё возможно, и всё в ваших руках. Было бы желание. Ну, а на нашем сайте здоровоепитание.рф представлено, ещё раз скажу, огромное количество разделов и мультимедийных сервисов. Мы являемся партнёром, и нам для нас это очень почётно, эндокринологического национального центра в рамках проекта «Здоровое питание». Поэтому ещё раз рада вас приветствовать, всех приветствовать с теми, кто был в нашем эфире. Спасибо большое, Елена Николаевна. И мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Всех благ.